Всем привет! С вами Якимов Игорь. Сегодня рассмотрим два прибора от китайской компании GVDA для ремонта автомобиля. Это тестер напряжения и тестер тормозной жидкости. Оба прибора будут полезны автолюбителям. Начнем с тестера напряжения, который употребляется наиболее часто. Тестер поставляется в такой упаковке. Открываем. Внутри находится кейс, которым удобно хранить прибор. Открываем и достаем. Он позволяет измерять постоянное напряжение до 100 вольт и сопротивление до 20 мегаом. И также он работает в режиме прозвонки. При сопротивлении меньше 50 Ом включается звуковой сигнал. И еще он имеет фонарик, подсветку дисплея и режим hold. Прибор питается от одной батарейки 3А. В комплект прибору она не входила. Откручиваем этот винт и устанавливаем батарейку. Это основной щуп прибора, а это разъем крокодил, которым обычно прибор подключается к корпусу автомобиля. Удобно, что провод витый и на нем есть колпачок для щупа. Прибор включается этой кнопкой. Он сразу включается в режим автоматического определения измеряемого параметра. Коротким нажатием включаем подсветку дисплея, еще раз нажимаем, выключаем. Длительным нажатием включаем фонарик. В темноте он освещает довольно ярко. Выключаем также длительным удержанием. Давайте замерим напряжение на батарейке. Минусовая клемма у нас будет как корпус автомобиля. Замеряем. Нажимаем hold. Теперь мы можем отключить щупы и проверить показания. Давайте замерим напряжение на аккумуляторе. Я подключил крокодил к минусовой клемме, подключаю щуп прибора к плюсовой клемме и видим показания. Также я могу нажать на hold и посмотреть показания в удобном для меня месте. Нажимаю еще раз и показания сбрасываются. Прибором удобно производить замеры в затененных местах. Для этого достаточно включить фонарик и подсветку экрана. Замыкаем щупы. Срабатывает звуковой сигнал и показывается сопротивление между щупами. Показания замеряются с задержкой, поэтому лучше подождать секунд пять, прежде чем снимать показания. Давайте сейчас замерю сопротивление кожи. Чем сильнее сжимаешь щупы, тем меньше сопротивления. Длительно удерживаем кнопку питания и прибор выключается. Вот мы замерили и уложили прибор в кейс. В этом кейсе прибор удобно хранить в автомобиле. А теперь рассмотрим тестер тормозной жидкости. Он поставляется в такой упаковке. Инструкция на английском языке. Фактически он замеряет содержание влаги тормозной жидкости. В зависимости от ее содержания, он дает зеленый сигнал, менять не нужно. Желтый, желательно замена, и красный. Замена обязательно. Прибор питается от двух пальчиковых батареек 3А. Они также в комплект не входят. Откручиваем этот винт и вставляем батарейки. Датчик находится на гибком шланге. Важно, чтоб перед измерением этот датчик был чистым. И после измерения обязательно его почистить от остатков тормозной жидкости. Включается прибор удержанием этой кнопки. Кнопкой функция выбираем, какого типа тормозную жидкость будем проверять. Это ДОТ 3, ДОТ 4 и ДОТ 5.1. Я обычно использую ДОТ 4, его и ставлю. Давайте замерим состояние тормозной жидкости у меня в машине. Вот я поставил ДОТ 4, вот у меня зеленый цвет, поэтому тормозную жидкость менять не обязательно. После каждого измерения протираем датчик. Вот я вскрыл тормозную жидкость, сейчас замерим. Вот у нас показывает зеленым. Тормозную жидкость можно использовать. В процессе замера стоит немного подождать, пока показания сформируются. Изначально прибор показывает чуть повышенные показания, а потом показывает реальные. И рекомендуется каждый раз, когда покупаешь новую тормозную жидкость, ее проверять, чтоб не нарваться на контрафакт. В приборе есть фонарик. Длительно удерживаем эту кнопку и фонарик включается. Также длительно удерживаем и он выключился. Кратковременным нажатием активируем режим hold. Подсветка экрана включается во время измерений и цвет ее зависит от результата. Выключаем прибор, нажав эту кнопку. Мои выводы по этим приборам. Тестер напряжения, компактный и удобный прибор для проверки электрики автомобиля. Для ремонта электроники уже нужно использовать более сложные приборы. Но большинство неисправностей можно устранить и этим прибором. Тестер тормозной жидкости поможет проверить, когда нужно ее менять и проверить новую тормозную жидкость перед ее заливом в тормозную систему. Обычно без прибора приходилось верить, что написано на этикетке. Оба прибора будут полезны для обслуживания моего автомобиля. Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях. Поделитесь видео с друзьями, если оно им будет полезно. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте лайк и до встречи в новых и старых роликах.